Здравствуйте! В эфире CBC и CBC FM Новости. Меня зовут Рафат Халапов. В начале выпуска некоторые из главных тем к этому часу. Евросоюз и США разделят ответственность за любые дестабилизирующие действия Армении. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря министра иностранных дел Айхана Гаджизаде в связи с предстоящей 5 апреля 2024 года в Брюсселе совместной конференцией ЕС Армения-США. Реализация программы Великого Возвращения в самом разгаре. Еще одна группа бывших вынужденных переселенцев отправилась на постоянное место жительства в Физуле. В общей сложности в родные места переселилось еще 35 семей. Развитие газораспределительной инфраструктуры Албании тесно связано с планами страны начать использовать азербайджанский газ для собственных нужд уже в 2026 году. По данным международного агентства S&P Global Ratings, ежегодные поставки голового топлива из Азербайджана ожидаются в объеме около 200 миллионов кубометров. Планы по оказанию военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира вредят усилиям по восстановлению мира в регионе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана. Азербайджан неоднократно открыто выражал свою позицию в отношении определенных подходов и действий Европейского союза, в частности, некоторых его стран-членов в отношении региона. Кроме того, во время четырехсторонней встречи 6 октября 2022 года в Праге было запрошено согласие Азербайджана на размещение краткосрочного мониторингового потенциала Европейского союза, состоящего из 40 гражданских экспертов по мониторингу, которые, предположительно, должны были внести свой вклад в установление доверия между Азербайджаном и Арменией вдоль неделимитированной границы армянской стороны. Однако после первоначальных двухмесячных сроков действия без согласия Азербайджана мониторинговая миссия ЕС превратилась в миссию ЕС в Армении со значительно увеличенным сроком и большим количеством наблюдателей. С тех пор эта миссия активно используется как инструмент антиазербайджанской пропаганды, говорится в сообщении МИД. Было также отмечено, что в соответствии с заявленным мандатом миссии Евросоюза страна ЕС была призвана принять все необходимые меры для обеспечения ее деятельности в качестве полностью нейтральной гражданской и невооруженной миссии, а также воздержанной от любой деятельности, направленной против суверенитета, территориальной целостности Азербайджана или иным образом затрагивающей ее легитимные интересы безопасности. Другим вопросом, вызывающим озабоченность, является кампания, продвигаемая Францией, направленная на милитаризацию Армении, которая включает в себя новые обещания по обеспечению большим количеством военной техники. В Греции еще один член Евросоюза недавно сделала заявление об углублении военного сотрудничества с Арменией. Кроме того, планы оказания военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира и информации о том, что встреча 5 апреля предусматривает военные компоненты, вызывают дополнительную озабоченность и вредят усилиям по установлению мира в регионе. Азербайджан неоднократно выражал позицию относительно определенных подходов и деятельности Евросоюза и совместная конференция ЕС-Армения-США, которая пройдет в Брюсселе 5 апреля 2024 года, не проводится в полной прозрачности, лишена региональной инклюзивности и противоречит построению доверия и интеграции поощряемым и столь необходимым в регионе. Эта конференция вместо того, чтобы подталкивать армянскую сторону к переговорам с доброй волей, создает новые разделительные линии и сферы влияния в регионе. Ну а тему мы обсудим с гостем на прямой связи со студией, главный редактор информационного агентства ВЕССИАС Ниджат Гаджиев. Ниджат Малам, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Ну вот подобная деятельность со стороны Европейского Союза и США носит явно односторонний и предвзятый характер. Очевидно, что эти страны против мира и стабильности в регионе. Ну вот что так мешает этим странам заниматься своими внутренними проблемами и не заниматься подрывной деятельностью? В чем мотив? Мотив – это в первую очередь Евросоюз. Сейчас пытается, после того, как он утвердился, как экономический союз. И был определенный успех, экономический успех Евросоюза, его развитие, модели развития и так далее и тому подобное. И на самом деле это были неплохие достаточно результаты, хорошие результаты были. Евросоюз смог стать третьей, в целом, как организация стала третьей экономикой мира, после Китая, США и Евросоюза. Однако, на сегодня Евросоюз пытается еще утвердить это в качестве геополитического игрока, политического игрока. Вот этот процесс формируется, формируется он во главе. Сначала формируется консолидация вокруг Ангела Меркель, тогдашнего канцеля Германии. Но Ангела Меркель строила этот политический союз Евросоюза в союзе с Россией. На тот момент это выглядело так. Но сейчас поменялась конфигурация. Россия уже является открытым фрагом для Евросоюза и США, для Запада в целом. Они уже в этом сами заявляют. Оставляют вооружение к Украине и так далее и тому подобное. Это их стратегия. И поскольку сейчас США возможно, чтобы пришел к власти Дональд-Трамп, он вообще пытается брать всю свою внешнюю активность в Европе, даже в НАТО. То есть я напомню, что он пытался выйти из НАТО, но у него не получилось. То есть европейцы сейчас пытаются, в лице Мануэл Макома, выстроить для себя геополитическую линию. И вот эта геополитическая линия, она вызывает некоторые конфликтные ситуации с разными странами. Допустим, Украина с Россией, по-моему, на Ближнем Востоке. Отдельная тема. В Турции у них очень значительно сложные отношения. И с Турцией, и с страной, которая пыталась стать членом Евросоюза, сейчас выступает в качестве противопорствующей стороны. Они меня не видят в качестве кандидата, что они выступления убились. Хотя я бы об этом ни разу заявлял. В регионе Южного Кавказа ситуация тоже поменялась. Она начала меняться с 2020 года. А после февраля 2022 года ситуация стремительно начала меняться. А с сентября 2023 года Евросоюз понял, что он должен тут воевать. Воевать, естественно, не в плане того, что он должен отправлять армию. Достаточно отправлять вооружение, деньги. Вот, например, они хотят сейчас обсуждать ввести армению в фонд помощи. В фонд помощи мира и Армении. То есть, из филиппера, которые с трудом находятся, накапливаются для Украины, и это при том, что как накапливаются. А они же не могут накопить. Это достаточно сложная процедура для них. То есть, те копейки, которые находятся для Украины, чтобы там отправлять вооружение, любую помощь, какие-то там медикаменты и прочее, боющие страны, сейчас Армения хочет перетянуть себе. Тут возникают сразу два вопроса. Во-первых, если Европа это сделала, то она перестает быть нейтральным и беспристрастным посредником, коим на сегодня, несмотря ни на что еще, в качестве какого-то никакого посредника она остается, пытается остановиться. Она звонит, то есть, их чиновники звонят в Баку, звонят в Ереван, пытаются организовать встречу и так далее. Жизнь, она выделяет деньги Армении. То есть, она становится стороной конфликта. Это первый момент. А второй момент, это то, что... Это уже вопрос к самим европейцам, со стороны нас. На кого работает Армения? Значит, Европейский Союз трудом находит какие-то копейки, отправляет, правильно? И Армения стягивает эти части ресурсы к себе, а не кажется ли, что это часть плана Кремля? Европейским товарищем. Не кажется? То есть, я вам объясню. Последние полгода Европейский Союз не мог выделить крайние финансы. В США они могут выделить это отдельная проблема. В Европейском Союзе другая проблема. они не могут деньги найти. Не могут найти оружие. А сейчас они говорят, что мы будем вооружать армию, отправлять им деньги. Ну, хорошо, допустим, они им отправят какие-то там, ну, пусть быть, 50-100 миллионов максимум, что они им будут взять. Это 50-100 миллионов, которые необходимы сегодня украинству для защиты от России. Верно? Хотя они тут в нашем регионе Азербайджан не вводят в Айска. Ни в Ереван, ни в Ценгизу, ни в ГЭЧа. И таких планов и намерений вроде как бы нет. Они уже поставили армию на Азербайджан с Украины, а Азербайджан с Россией выходит так, что ли? И Армения начинает оттягивать деньги с ресурсами украинского фронта. Ну, и если Европейский Союз пойдет на это, то они просто сделают из Армении врага номер один для самой Украины. Это раз. И это будет часть плана игры Кремля. Я так понимаю. Я не думаю, что Европейский Союз пойдет на это. Но если он пойдет, то это уже будет из-за того, что они объявляют войну на прямом Азербайджан. Вот как происходит ситуация. Ну, Ниджат Майм, то, что вы рассказали, это все похоже больше на то, что Брюссель и Вашингтон пытаются таким образом не то, чтобы поддержать Армению, а больше занимаются подстрекательством Армении, чтобы Армения вновь начала какой-то провокировать. Они провоцируют таким образом Армению. Можно ли сказать, что такие действия в итоге приведут к тому, что подстрекательство Армении в итоге произойдет, но в итоге эти страны США и ЕС они останутся просто в стороне опять наблюдателями? Насколько мне известны подстрекательства и все под это дело подписывать и Армению, и Европейский Союз, это армянское лобби и армянское диаспорт. Знаете, сидеть в Марселе, в Париже, в Брусселе и других городах Европы, Лос-Анджеса, Америки, Канады и так далее и топить за матушку Армению, которая там далеко в руках злых азербайджанцев и турков это очень легко и достаточно выгодное дело. Это с одной стороны. А с другой стороны, а кто будет боевать за эту Армению, если даже не будет боевать? Они делают из Армении еду, чтобы ее съели. Она ее вооружает, на нее делается геопалитическая ставка. Это раздражает, я замечу, даже оставим Баку в сторону, Анкару в сторону, я замечу, что действиями Армении раздражаются в первую очередь традиционные союзники Армении, я имею в виду Москву и Тегеран. Они раздражаются в первую очередь тем, что вопрос безопасности Армении не лежит на них, как бы, а на Франции, Брусселе, Вашингтоне, Великобритании и других стран. То есть, он не будет везти ни в Москву, ни в Тегеран. Это вопрос будет обсуждаться с Вашингтоном, с Парижем, с этим. А цельство Армении лишает ее основ, внутрирегиональных основ. Безопасность Армении всегда была держалась на Кремле. Сейчас Кремль ушел, уходит, продолжает уходить, и Армения фундамент разрывает. Хорошо. Еще отдельная тема вопроса безопасности был Иран. Он с ним тоже сейчас не в хорошем отношении. Но это те страны, которые находятся в регионе, можно к ним по-разному относиться, и к России по-разному относиться, и к Корану по-разному любить, можно ненавидеть. Но это те страны, которые в регионе и не считаться с их армией, которые перебегают на границу, невозможно. А кто будет отправлять армию в какую-то Зенгезон защищать какую-то деревню, или в какой-то Горис, Кафан, Зот, например. Кто будет защищать это? Французы надо защищать Зот, или бельгийцы надо защищать Юхары от Кипара. Но это же идиотизм, который имеет границ, и для Армении, внутри кухни политиков и оппозиционных, и провластных. Ну и политиков в Европе они делают из Армении такую приманку, чтобы была война, была травма и так далее. В итоге никто за нее воевал не будет. Вот Украина. Они тоже очень много чего наобещали, обещали, обещали, и много чего наобещали. Я напомню, что в марте 22-го джи война можно было закончить, но они понаобещали, и теперь не могут найти ни вооружения, ни новую технику, ни боеприпасы не могут произвести, найти, купить, а они не могут и деньги найти. Они ваше это ваша проблема. Разве украинский кейс это не пример для Армении того, что как нельзя быть. Это еще я говорю со слов украинских политологов, официальных лиц, вот войну можно было закончить в 22-м марте и на других условиях. И сейчас где мы находимся? На дворе 24-го марта месяца и что мы видим? Война нет конца. Более того, есть эскалация обосцения и даже возможна будет ядерная зима. Со всеми грозами ядерных бомбах и так далее. Кто отправил Украину свою армию? Сейчас Макрон говорит, что он ведет войска в Адельсу и еще куда-то. Но разве у Макрона есть такая армия, которую он может куда-то везти? Если он мог вводить свою армию, он не попадет из Чада Нигера и других стран в Сухеря откуда выгнали эти же самые русские с этапами. Я не понимаю у Армении чем мыслит руководствоваться. Ну, не джаз понимаем, руководствуется все очень просто. То, что вы говорите, как вы искали, это очевидный пример Украины и того же самого Евросоюза, который обещал помощь. Но Армения также не видела очевидную мирную повестку Азербайджана, которая до сих продолжается и не принимает вот этот самый мирный договор, который предлагается Азербайджанам. Спасибо большое, Ниджат, за подключение. На прямой связи со студией был главный редактор информационного агентства ВестиАЗ Ниджат Гаджиев. Делегация Молдовы в парламентской ассамблее Совета Европы направила письмо в ПАСЭ. В письме молдавской делегации содержится призыв к парламентской ассамблее Совета Европы и парламенту Азербайджана совместно работать над устранением пропасти между организацией и Азербайджаном, возникшей после решения принятого ПАСЭ на январской сессии этого года. В документе отмечается, что Азербайджан, как и другие государства-члены, посредством своей делегации в ПАСЭ поддерживает продвижение ценностей и принципов организации, а также подчеркивается важность в период, когда существуют важные вызовы безопасности и миру в Европе. Решение всех проблем посредством межпарламентского диалога в рамках ПАСЭ. В послании также отмечается, что неучастие азербайджанской делегации в работе ПАСЭ не принесло долгосрочных выгод ни самой организации, ни государством-членам структуры. Следующая встреча в формате 3 плюс 3 может состояться в этом году. Об этом сообщил посол Ирана в России Казем Джалалиль. Он назвал данную платформу полезной для решения вопросов на Южном Кавказе. Дипломат также напомнил, что предыдущая тегеранская встреча представителей региона прошла успешно. Посол отметил, что присутствие других стран мешает урегулированию на Южном Кавказе. Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Гузы лучшие эксперты по этому региону и нужных в постороннем мешательстве нет. В активно восстанавливающийся город Физуули отправилась еще одна группа бывших вынужденных переселенцев. Физулинцы, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, выехали в родные края из жилого комплекса Губу-парк-3 в городахском районе Баку. На данном этапе в рамках программы Великого Возвращения в Физуле переселяется 35 семей в общей сложности 134 человека. К настоящему времени в Физуле уже обеспечено постоянное проживание 631 семьи или 2379 человек. Физулинцы выразили признательность президенту Азербайджана, а также поблагодарили национальную армию. Когда я покидала Физули, мне было 38 лет, теперь мне 71. Слава Богу, трудные дни остались позади. Выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву, который подарил нам эту радость, благодаря чему в Азербайджане больше нет понятия вынужденные переселенцы. Дай Бог, чтобы те ужасные времена, когда мы были в разлуке с родным городом, никогда не повторились. Спасибо всем, кто причастен к нашей общей победе и возвращению жителей в родной Физули. Я очень счастлива, что возвращаюсь домой, на наши исконные земли. Я все время вспоминала былые времена, когда мы жили в мире и согласии в родном Физули. И слава Богу, мы возвращаемся туда. Спасибо за это нашему президенту, азербайджанской армии и всем причастным к этой великой победе. Военная операция Израиля на юге сектора Газа в городе Рафах приведет к еще большей изоляции страны на международной арене. От него отвернутся давние партнеры. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Он отметил, что Вашингтон не может диктовать что-либо суверенной стране, но дает ценные советы. Миллер также особо подчеркнул, что израильское государство самостоятельно примет решение касательно военной операции в Рафахе. Мы считаем, что проведение такого рода операции нанесет ущерб национальной безопасности Израиля и приведет к еще большей изоляции Израиля в мире. Это отделит Израиль от тех стран, которые были его давними партнерами. В продолжение темы армия обороны Израиля нанесла удар по объекту исламской группировки на юге Ливана. В результате атаки погибли несколько человек. Удары были нанесены с воздуха по целям Хезбуллы в районе Баальбек в Ливане в ответ на запуск оттуда полусотни ракет по территории Израиля. Целью воздушной атаки был комплекс сооружений, которые военизированная ливанская группировка Хезбулла использует в том числе для запуска дронов. Тем временем вооруженные силы США нанесли удар по военным объектам проиранских группировок, стоящих на стороне режима Башара Асада в сирийской провинции ДРС Зор. По данным источников СМИ, несколько американских боевых самолетов нанесли удары по десяти военным объектам, в том числе по складу боеприпасов в центре сирийского города. Отмечается, что в результате авиационных ударов США по меньшей мере погибли восемь человек, более тридцати получили ранения. Вооруженные силы Великобритании продержатся два месяца в боях с вооруженными силами России в случае возможного конфликта. Об этом пишет влиятельное британское издание The Telegraph со ссылкой военных чиновников. В частности, издание приводит слова бывшего парламентского заместителя государственного секретаря по ВС Соединенного Королевства Марка Франсова. При этом другие представители ВС Британии также утверждают, что Соединенное Королевство не сможет долго воевать из-за сокращения расходов и нехватки военных. Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не пойдет цитата «умирать за Донбасс, а поэтому не нужно пугать людей неизбежностью военного конфликта». При этом он назвал неизбежным продолжение оказания помощи Киеву со стороны объединения. Накануне вечером в Брюсселе произошли столкновения полиции с фермерами и недовольными аграрной политикой Евросоюза. Акция прошла на фоне проходившего заседания Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства. В ходе столкновения полицейские применили против протестующих водомет. Последние в ответ задействовали навозомет. Отмечается, что в акции приняли участие сельхозпроизводители из Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов и Франции. Фермеры блокировали на тракторах несколько въездов в европейский квартал, а также перекрыли Рюделя-Луа. По данным полиции, в акции было задействовано около 250 тракторов. Протестующие вывалили несколько прицепов навоза и разожгли костры из деревянных ящиков перед зданием Европарламента. Делегация парламента Азербайджана во главе с председателем парламента Сахибой Гафаровой посетила с рабочим визитом в Женеву, где 23-25 марта состоялась 148-я Ассамблея Межпарламентского Союза. Сахиба Гафарова выступила на Ассамблее, а также провела ряд встреч с руководителями делегацией ряда зарубежных стран, также принявших участие в мероприятии. В рамках мероприятия была продемонстрирована презентация Азербайджана в качестве страны-хозяйки КОП-29. Презентация была представлена вице-президентом Межпарламентского Союза депутатом парламента Севиль Микаиловой. 29-я сессия конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата КОП-29 пройдет в ноябре в Азербайджане. В течение двух недель Баку примет около 80 тысяч иностранных гостей. Село Киарки в Садаракском районе Нахчеванской автономной республики уже 34 года находится под оккупацией Армении. Насильно изгнанные жители села вспоминают годы жизни, проведенные в родном краю. Село Киарки имеет очень древнюю историю. На востоке села был обнаружен некрополь, которому не менее тысячи лет сохранившимся над гробиями. Вынужденный переселенец из Киарки Махир Исмаилов рассказывает, что наименование села Киарки корнями уходит к древнему тюркскому племени Копчаков. В советские времена территория Киарки была большой. Основным родом деятельности местного населения было земледелие. В 1938 году по указу Москвы часть Киарки была отдана в распоряжении армян. После этого село площадью 960 гектаров отделилось от Нахчеванска Автономной Республики. В конце 70-х годов прошлого века в Киарки произошел заметный прогресс. Стали открываться и развиваться образовательные медицинские учреждения. Население занималось садоводством, животноводством, цветоводством. Часть продукции также шла на продажу. События, происходившие в конце 80-х годов в Карабахе и вокруг него, осложняли жизнь и в селе Киарки. 15 километров дороги, ведущей в Армению, проходило через Киарки. Армяне регулярно устраивали провокации в отношении азербайджанского населения, подвергали их обстрелу и бросали зажигательные смеси, вспоминают жители села. Для того, чтобы защитить себя, жители создали посты и вели дежурство. До изгнания азербайджанцев численность населения села составляла почти 400 человек. Киарки очень красивая произрастали самые разные виды фруктов и овощей. Все, что свойственно для климата той зоны. К сожалению, в 1990 году мы потеряли это все. Нам пришлось покинуть родное село. Мы чувствовали неприязнь к населению села постоянно, но думали, что этим все и ограничится. Хочу заметить, что жители Киарки ощущали на себе армянские провокации задолго до событий в Карабахе и его дальнейшей оккупации. Местные жители вспоминают, что утром 18 января 1990 года армяне зашли в село с четырёх сторон. В первую очередь нужно было спасать детей и пожилых людей. Беззащитное население было вынуждено противостоять вооружённой до зубов 2000-й армянской армии. Несмотря на годы разлуки с родными местами, жители вспоминают, что лучшие годы провели именно в селе Киарки и не теряют надежду на возвращение. «Мы видели, как активно вооружается армянское население, однако противопоставить этому нам было нечего. Я не раз своими глазами видел, что и в каком количестве перевозится через наше село. Мы делали всё возможное. Патрулировали местность, изготавливали самодельные патроны и снаряды, но до конца надеялись, что это всё не пригодится. Советская армия оказала на нас сильное давление. Заявила, что мы должны покинуть село, иначе армяне убьют нас. Нас запугали, а мы хотели остаться в живых». Вайтан Ахмедов говорит, что с замиранием сердце наблюдает за возвращением исконных жителей Влачин, Физули и другие освобождённые территории. Надеется, что и он когда-то сможет испытать такое же чувство. Вернуться на родную землю и вновь созидать там – это единственное желание всех насильно изгнанных жителей села Керки. Эллада Мамедова, Сибиси. Всё больше европейских стран заинтересованы в импорте азербайджанского газа. Девятым покупателем станет Албания. Подробнее об этом расскажет моя коллега Метина Курбанова. Здравствуй, Метина. Здравствуй, Руфат. Какие ещё страны могут подключиться к проекту ТАП? В поставках природного газа из Азербайджана заинтересованы Босния и Герцеговина, Черногория, Хорватия, Словакия и Северная Македония. Об этом в других новостях экономики. В выпуске Финтаймс и Кербарен. Албания в 2026 году планирует начать использовать азербайджанский природный газ для собственных нужд. Для этого разрабатывается план по развитию необходимой газораспределительной инфраструктуры, сообщает Международное агентство СНП Global Ratings. Посредством имеющихся сетей, в первую очередь трансадриатического трубопровода, ведется диверсификация источников энергии Албании и снижение зависимости страны от гидроэнергетики. Основная роль Албании в проекте ТАП заключается в содействии транзиту азербайджанского газа на европейские рынки, отмечает агентство. Ежегодные поставки газа из Азербайджана в Албанию ожидаются в объеме около 200 миллионов кубометров. Нынешние планы Тираны совпадают с первым этапом расширения трансадриатического газопровода до дополнительных 1,2 миллиарда кубометров, из которых 1 миллиард предназначен для Италии. Перспектива поставок также в дальнейшем будет перспектива поставок водорода. Эта специфика затрагивает уже полностью возобновляемые источники энергии в рамках увеличения выброса углерода и, естественно, здесь также отмечается высокопропускная способность трубопроводов. Естественно, компрессорные станции, которые наращивают электрификацию компрессорных станций в Албании, это связано прежде всего с углеводородной нейтральностью, и это опять есть одна из специфик того, что Азербайджан расширяет поставки газа с целью, конечно, здесь уже увеличения в соответствии с договоренностями между Азербайджаном и Албанией, а также Евросоюзом о поставке газа. И также отмечается то, что за последние годы, до 2025 года, здесь при увеличении пропускной способности это будет также дополнение интегрированности системы трубопровода. Таким образом, Албания станет девятым покупателем природного газа у Азербайджана после Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Грузии, Турции, Венгрии, Сербии. При этом имеется еще группа стран, которые хотят покупать голубое топливо у Баку. Это Босния, Герцеговина, Черногория, Хорватия, Словакия и Северная Македония. Азербайджан увеличил экспорт природного газа в Европу с 8 миллиардов кубометров в 2021 году до 11 миллиардов 800 миллионов кубометров в прошлом году. А в целом экспорт за 2023 год достиг 23 миллиардов 800 миллионов кубометров газа. Согласно меморандуму, заключенному с Евросоюзом, Баку доведет поставки газа в Европу до 2027 года до 20 миллиардов кубометров. Поставки азербайджанского газа по трансадриатическому трубопроводу с месторождения Шах-Денис начались в конце 2020 года. В настоящее время пропускная способность трубопровода составляет 12 миллиардов кубометров в год. Есть наращивание здесь расширения трансадриатического газопровода и соответственно здесь данный процесс он имеет прежде специфику здесь диверсикации на значит рынке здесь международные рынки, европейские рынки Европы и Албании в том числе. поэтому таким образом надо отметить, что Албания станет девятым европейским клиентом Азербайджана и соответственно расширение вот такого географического пространства это опять-таки является осполагающим для того, чтобы опять говорить о том, что насколько важен азербайджанский газ для европейских стран с целью здесь обеспечения энергетической безопасности. Специалисты национальной компании Казахстана Казмунайгаз и итальянской компанией ЭНИ обсудили прогресс по проекту строительства гибридной электростанции в городе Женаузен. Об этом говорилось накануне на встрече председателя правления Казмунайгаза Макзума Мирзгалиева с делегацией ЭНИ во главе с директором по разведке и добыче Лукой Виньяти. Проект включает ветроэлектростанцию мощностью 77 мегаватт, солнечную станцию на 50 мегаватт и действующую на газе теплоэлектростанцию на 120 мегаватт. В настоящий момент КМГ и ЭНИ завершают все необходимые работы для начала реализации проекта, сообщает пресс-служба нефтегазовой компании Казахстана. Совместное решение о реализации проекта строительства гибридной электростанции в городе Женаузене в Мангиставской области подписано 18 января этого года в Риме. Тем временем Турция серьезно продвинулась в разработке проекта атомной электростанции в Синопе, сообщил глава Министерства энергетики Альпарслан Байрактар на форуме Атомэкспо 2024. Анкара заинтересована в участии Росатома, который уже успешно реализует в стране проект АЭС АКУЮ и другими странами. Выбирая партнеров для строительства второй и третьей АЭС, Турция будет оценивать стоимость работ, уровень локализации и создание новых рабочих мест. Энергетическое сотрудничество между Россией и Турцией выходит на новый уровень. После успешной реализации проекта атомной электростанции АКУЮ провинции Мерсин стороны ведут переговоры о строительстве еще двух атомных станций на территории Турции. Диалог с Росатомом по проекту АЭС Синоп уже идет полным ходом, заявил глава турецкого Минэнерго Альпарслан Байрактар. Синоп проект на берегу Черного моря укладно-именного города. Российская госкорпорация также выразила готовность участвовать в тендере на строительство Третьей Турецкой АЭС во Фракии. В настоящее время наиболее активно между Россией и Турцией обсуждаются сроки и итоговые суммы финансирования проекта АЭС Синоп. Кроме этого предполагается, что будет произведено четыре энергоблока мощностью около четырех с половиной гигаватт с использованием так называемых водных реакторов поколения 3+. При этом первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2025 году, а последний в 2028. Переговоры по АЭС Синоп еще в 2013 году велись с японской стороной, однако ни к чему не привели. К 2050 году атомная генерация в стране должна вырасти до 20 гигаватт за счет добавления малых модульных реакторов. В их строительстве также заинтересован Росатом. Это позволит российским технологиям стать весомым вкладом в обеспечение энергетической безопасности Турции. Для Росатома Турция один из ключевых рынков. Для Турции же развитие атомной энергетики стратегическая задача. Страна стремится диверсифицировать источники энергии и снизить зависимость от импорта углеводородов. К 2030 году Анкара планирует ввести в эксплуатацию сразу три атомные электростанции. Важным моментом является то, что вся атомная электростанция будет защищена от землетрясений и будет иметь высокий уровень сейсмической безопасности. Кроме этого, общая стоимость проекта на данном этапе оценивается примерно в 40 миллиардов долларов, после чего в случае реализации этого проекта Турция станет экспортером энергии в Грецию. Уже есть такие проекты. И кроме этого, недавно президент Турции Даган заявил, что Турция благодаря этому может стать и ядерной державой. Росатом строит первую для Турции атомную электростанцию Аккую в провинции Мерсин. Она будет включать четыре энергоблока мощностью 1200 мегаватт каждый. Расходы на проект составляют около 22 миллиардов долларов. Фактически пуск Аккую запланирован на 2024 год. Для России после завершения строительства также возможно еще сотрудничество в плане эксплуатации атомной электростанции, последующего ремонта. Обычно Минатом России заключает все необходимые договора по сопровождению всех построенных Россией ядерных объектов. Данная электростанция сделает энергодостаточным весь регион северной Турции, который достаточно низко развит по сравнению с другими регионами, что будет способствовать экономическому росту северных и центральных регионов Турции и кроме этого энергетической достаточности и эффективности. Кроме этого в этой электростанции будут использованы современные технологии. Атомное партнерство России и Турции – пример взаимовыгодного и доверительного сотрудничества в высокотехнологичной сфере. Это не только укрепляет связи в энергетике между двумя странами, но и способствует развитию передовых ядерных технологий. Нармина Хамбабаева, Си-Би-Си. Для обеспечения стабильной работы Каспийского трубопроводного консорциума власти Казахстана взаимодействуют с международными партнерами. Об этом на брифинге заявил министр энергетики Алмас Адам Садкалиев. По КТК экспортируется большая часть казахстанской нефти. Сырье с запада страны направляется в терминал Новороссийска с выходом на Черное море. После начала войны в работе порта наблюдались перебои. Москва и Астана объяснили это погодными условиями и необходимостью плановых капитальных ремонтов. По словам Алмас Адама Садкалиева, акционерами и менеджментом консорциума проделана огромная работа для расширения мощностей. Объемы транспортировки увеличились до 85 миллионов тонн. Владельцами трубопровода это Шеврон, Эксен, Энай, Тоталь заключены договора с собственниками нефти. Международные потребители в том числе европейские в основном в первую очередь заинтересованы в стабильной работе данного трубопровода. Мы находимся на связи с посольствами европейских государств с нашими коллегами из Российской Федерации по обеспечению стабильной работы данного трубопровода. Ну понятно соответствующие консультации по дипломатическим каналам идут и с украинской стороной. В Узбекистане положено начало строительству трех новых электростанций общей мощностью 1228 мегаватт. Каскад из шести гидроэлектростанций, а также две новые солнечные электростанции будут располагаться в Наманганской области. В церемонии приняли участие президент Шавкат Мерзиоев. Совокупные инвестиции в три проекта оценивают миллиард 100 миллионов долларов, сообщает ресурс Узбекистан 24 со ссылкой на правительство страны. Партнерами Ташкента по солнечным электростанциям выступают компании из Германии и Объединенных Арабских Эмиратов. Строительством каскада ГЭС займется компания Узбек Гидроэнерго. Отмечено, что в стране активно развивается возобновляемая энергетика. За последние годы в Самарканде, Джезаке, Наваи, Бухаре, Кашкадарье и Сурхандарье были построены новые солнечные ветряные электростанции. Общая мощность этих проектов превысила 1,6 гигаватта. Принято окончательное инвестиционное решение по строительству морской ветряной электростанции Sunrise Wind, принадлежащей Орстед и Эверсорс. Проект обеспечит электроэнергией более 320 тысяч домов в Нью-Йорке. Эксперты подчеркивают, что это открывает новые возможности для дальнейших инвестиций в локальную цепочку поставок и для развития рынка труда. Это решение стало ключевым событием для проекта, который, как предупредил датский Орстед всего несколько месяцев назад, может потерпеть неудачу без нового контракта. Соглашение проект растущей затраты на оборудование и финансирование. Sunrise Wind седьмой проект морской ветроэнергетики, одобренный Министерством внутренних дел США, ранее президент Джо Байден поставил цель довести к 2030 году мощность морской ветроэнергетики до 30 гигаватт в рамках программы по борьбе с изменением климата. В частности, закон о снижении инфляции предполагает инвестиции в 369 миллиардов долларов в самые агрессивные меры по укреплению энергобезопасности США. Этот новый закон также предоставляет налоговые льготы, которые создадут десятки тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест и рабочих мест в производстве экологически чистой энергии, солнечных заводов на Среднем Западе и Юге, ветряные электростанции на равнинах и у наших берегов, проекты чистого водорода и многое другое по всей Америке, в каждой части Америки. Этот законопроект является самым большим шагом вперед в области климата за всю историю. И он позволит нам смело предпринять дополнительные шаги для достижения всех климатических целей, тех, которые я поставил, когда баллотировался. Sunrise Wind станет крупнейшим в стране морским ветроэнергетическим проектом после его завершения в 2026 году. Общая мощность станции составит 924 мегаватта. Здесь будут созданы около 800 рабочих мест на период строительства и 300 мегаватта. Во время эксплуатации Sunrise Wind будет расположен примерно в 16 морских милях к югу от Мартыс-Виньерд, штат Массачусетс, и в 27 морских милях к востоку от Монтаука, штат Нью-Йорк. Датская Орстед ведет переговоры об окончательных условиях 25-летнего контракта по проекту. Ну что ж, это были наиболее актуальные новости экономики к этому часу. Руфат. Спасибо, Медина. Медина Курманова представила новости экономики. Ну а это были все новости к этому часу, чтобы быть в курсе событий, смотрите CBC и слушайте CBC FM. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин